Не знаю Или это у меня только такое состояние Или может быть само в таком состоянии Состояние какой-то такой сонливости Состояние на некого сонливости И чувство такое, что вообще все спят Да, такое чувство было примерно тоже И мы пытаемся как-то разбудить Не с выпитвами, не как седови собудем Тормошить всех Не как седови ручками Все еще больше укутываются в одеяло Отстаньте Нам хочется еще поспать И я вспомнил притчу о десяти девах Было пять мудрых И пять немудрых дев И вот Слово Божие говорит Предпришествием жениха Ну вот все девы заснули И мудрые заснули И не мудрые тоже заснули И не мудрые тоже заснули Ну только почему мудрые их называют Потому что перед тем, как заснуть Они запаслись хорошо маслом Правда, да? Вот в чем мудрость, казалось бы Я думаю, это в большей степени такая предусмотрительность Чтобы в любой момент В любой момент сна Быстро проснуться Зажечь лампу Да запалим лампата Среди ночи Призну что? И бежать И да пягаме Встречать жениха Да посрещаем младоженица И так оно и случилось И така се и случило Ангел закричал Ангел извикал Жених идет Младоженица идва Мудрые скачили И мудрите подскочиха И так как у них было много масла И тъй като имали много масло В их светильниках В светильнице Они только подожгли чирк Те само се запалили И побежали встречать жениха И се тръгнали да го посрещнат А не мудрите какво направили Они пошли искать масло Те се тръгнали да търсят масло И подбежали сперва к мудрым Девам Дайте нам своего масла Дайте не от вашето масло И что мудрые отвечали И какво са им отговорили Говорят, чтобы так не получилось Что и нам не хватит Да не стане така, че и на нас Да не ви стигни И на вас да ви дадем И на вас да не ви стигни Бързо да изгаснат Идите к тем, кто продает масло И они побежали И те се тръгнали на там Но пока они бегали Обаче докато се търсили Какво се изслучало Двери закрылись Вратата се затворили И они не успели зайти И те не успели да влязат Вот что такое масло Какво е маслото Масло это огонь святого духа Это помазание Это драгоценная мир Това е скъпоценна мир Которым надо быть насыщен Насыщен так С което трябва да сте Толково наситени Че просто да сте наситени С това свято помазание Аминь или аминь Скажи аминь Поэтому мы сейчас все спим За това всички спим Я имею такое чувствование Имам такого чувства И мудрые и немудрые Все уснули И мудрите и не мудрите Всички заспали И мы так сквозь сон Что-то там делаем Нещо си правим Что-то слушаем Нещо слушаем А духовно мы заснули За духовното И сме заспали Но очень важно Запастись маслом Обаче много важно Да си сдобим с масло Спать с маслом Масло всегда рядом Пропитка всегда рядом Периодически просыпаемся И щупаем Масло рядом Помазание рядом Дух Святой рядом Если рядом То все хорошо Аллилуйя Давайте коротко помолимся Господь Научи нас даже Во время сна Да сме бодри Это очень важно Мы все хотим Быть мудрыми делами Никто не хочет Быть глупыми делами Но для того Чтобы быть мудрой Нужно и всегда Иметь Святого Духа Поблизости Всегда на расстоянии Поднятой руки На расстоянии Издигнута рука Хранить святость Господня Всегда быть В зоне досягаемости Чтобы Бог Он жил в моем сердце И восседал на троне Мое сердце Полное посвящение Полное пропитание Даже во сне Любить Его Любить Его Всем сердцем Всей душой Всем разумением Всей крепости Мы молились Во имя нашего Господа Иисуса Христа Аминь Тема моей проповеди Сегодня Поклонение в Духе И в истине И вы знаете Мы были на молодежной конференции Нас с Натальей Пригласили как Спикеров Я проповедовал там И слушал там Все о поклонении Всичко за поклонението Было несколько пастырей Имаше няколко пастыри А где это было? Я уже не помню В Пловдиве В Братсигово Я говорю Это было в Братсигово Следующий раз приедете В Сестригово И мне сказали Будем искать на карте Есть ли такой город В Българии Первое место Которое хочу открыть Мы были на конференции И я там получил Очень много откровения И там получих Много откровения И один пастор Проповедовал на эту тему И он взял основание Вот именно это место И като основание Взять твое место Евангелие от Иоанна Четвертая глава Четвертая глава С девятнадцатого стиха Девятнадцатый стих Это знаменитый случай Когда Иисус Христос Разговаривает с кем? Твое много познатое случая Когато Иисус Христос Говорит с кого? С самаритянкой у колодца С една самаритянка До кладенец И женщина Эта самаритянка Говорит ему И тази жена Да, перевод есть на проекторе Господи, вижу, что ты пророк Потому что перед этим Он предсказал ей Всю суть ее жизни Отцы наши поклонялись На этой горе А вы говорите, что место Где должно поклоняться Находится в Иерусалиме Иисус говорит ей Поверь мне, что наступает время Когда и не на горе сии И не в Иерусалиме Будете поклоняться Отцу Вы не знаете, чему кланяйтесь А мы знаем, чему кланяйтесь Ибо спасение от иудеев Но настанет время И настало уже Когда истинные поклонники Будут поклоняться Отцу В духе и истине Ибо таковых поклонников Отец ищет Вот кого Бог ищет? Тельси Господь Он ищет себе поклонников Которые будут поклоняться Отцу В духе и в истине Поклонят на Отца В духе и в истине Бог есть Дух И поклоняющиеся Ему Должны поклоняться В духе и истине Женщина говорит Ему Знаю, что придет Мессия То есть Христос Когда Он придет То возвестит нам все Иисус говорит ей Это Я Который говорит с тобой Скажи Аминь Это Слово Божье Твое Божье это Слово И знаете здесь Слово Божье говорит Божье это Слово говорит О том, что истинные поклонники Затова, че истинските поклонники Будут поклоняться В духе и в истине В духа и в истината И сегодня я буду проповедовать Не то, что я услышал на конференции А то, что открылось чуть позже И я хотел поделиться И исках да споделя с вас В церкви в нашей В нашата церква Но у нас было много гостей Имахме много гостей Обаче И это было очень хорошо И това беше добре И я немножко все откладывал Откладывал, думал потом, потом И аз все его Оставях за после И вот сегодня наступило такое время И днес доеда момента Я благодарен Богу, что Бог отправляет нам Таких вот благословенных пастырей Если благодарен Господь, то я не спрашиваю Только о благословении пастырей Проповедовал пастыр из Ирландии Проповедовавший один пастыр от Ирландии Пастыр из Украины Пастыр от Украины Потом пастырь из России Следующий пастырь от России С Нижнего Новгорода От Нижнего Новгорода И мне нравится, что в церкви Нету вот таких каких-то противостояний Мы не хотим, чтобы у нас проповедовали Например, с Украины Или кто-то скажет А мы не хотим, чтобы из России У нас такого нет, правда? И мы рады всем и украинским проповедникам И русским И с Ирландией тоже И вот сегодня утром я прочитал такую новость Что в тяжелой категории Стал чемпионом мира Усик, боксер И кто-то выставил такую фотографию Это боксер из Украины Кто не знает Я слежу, кстати, за этим боксером Так получилось, что я и занимался боксом И люблю этот вид спорта И иногда смотрю Такие чемпионаты Но вот именно этот бой я пропустил И узнал сегодня, что Усик победил И что сделал Усик? Когда он победил Он встал на колени И воздал всю славу нашему Господу Иисус Христов Потому что он христианин И все то, что он сегодня имеет Он верит в то, что он получил по благодати Поэтому слава Богу за таких спортсменов Которые понимают и осознают Благодаря кому Мы имеем победу Слава Богу Слава Богу И это место говорит о том, что через Него Если закон пришел через Моисея То благодать и истина Произошли через кого? Через Иисуса Христа И это правда и это истина И вот я хотел бы так провести Такую параллель Что на самом деле принес Иисус Христос? За какое душил Иисус Христос? Иисус Христос принес на эту землю Истинное поклонение Истинское поклонение Богу Отцу В Духе и в Истине Он истинный настоящий поклонник И только через Него Мы можем войти в истинное поклонение Можем да влезем в истинское поклонение Потому что сам Иисус Христос Есть истина И через Него произошли Истина и благодать И смотрите Если через Иисус Христа Произошли истинные благодать Я хочу подчеркнуть О том, что только Христос Есть истина И только Он говорит истину И только Он ее реализовал И сам то я реализировал. Ну, например. Нагорная проповедь Иисуса Христа. То, что написано в Евангелии от Матфея с 5 по 8 главе. Или то, что написано в Евангелии от Луки в 6 главе. Что там Иисус Хрисус говорит? На самом деле Он там говорит истину. Что есть настоящая любовь? Кто есть Бог? Бог есть Дух. Он очень подробно объясняет, чего Бог ожидает от нас. В чем блаженство? Мне нравится Евангелие от Луки. Где Иисус Христос говорит, блаженны вы ныне. Что это значит? Блаженны вы здесь и сейчас. Вы не будете блаженны когда-нибудь. Или вы не были счастливы когда-то. Во времена Советского Союза. Вот тогда было хорошо. Кто-то может так еще вспоминать. Иисус Христос говорит, что блаженны мы здесь и сейчас. Иисус Христос рассказывает, что с моей блаженны тут и сега. Вчера вот я работал по психотерапии. И вчера работил по психотерапии. С одной девушкой из Казахстана. С одного мяча от Казахстана. И она говорит, вот я несчастлива сегодня. И я спрашиваю у нее, а когда ты будешь счастлива? Ну я вот жду, когда я получу должность или достигну чего-то от того, что я мечтала сделать. Чего получу признание. Что меня будут любить. Что у меня будет семья. Что у меня будет финансов, что я могу куда-то поехать. И вот тогда, вот тогда, наверное, я буду по-настоящему счастлива. Я говорю, а что мешает тебе быть счастлива сейчас? Понимаете о чем я? Что мешает? Ты красивая молодая девушка. Ты си красивая момича. Из богато семейства. Все то, что ты сегодня имеешь, милионы людей не имеют. У тебя есть дом. У тебя есть... Хорошая работа. Высока оплачиваемая. Работа, которая есть добре платена. Связи какие-то есть. Връзки. Ну вот почему-то вот я вот сейчас вот... От меня многие ожидают, и я боюсь не соответствовать их ожиданиям. И за что-то хората очакват нечто от меня, и я се страхувам, да не соответствую. Я думаю, что что подумают обо мне люди? И вот я вчера ей объяснял вот эту истину. Насколько важно быть счастливым сейчас? Колко и важно, да си счастлив сега. На том месте, где ты находишься. На това место, где ты си. И что это счастье дает Бог. Оно уже есть у нас. И что това счастье не выдава Бог. То вече го имал в нас. Слава Богу. И вот я об этом. Иисус Христос говорит какие-то невероятные фразы. Например, самое мое такое любимое. Это то, что вводит лично меня. Това, которое лично меня вводит в состояние поклонения. Прочувствуйте вот это. Лично меня это вводит в состояние поклонения. Я этому преклоняюсь. И аз на това се покланяем. И когда я первый раз услышал эти заповеди, их называют заповеди Блаженства. Блаженны вы, когда будете, и так далее, и так подобное. Блаженны нищие духом, ибо таковых и Царствие Божие. И когда Иисус Христос уже идет к концу Нагорной проповеди, и Он говорит, вот написано. Это написано в Моисеевом законе. Возлюби Господа Бога своего. Любите ближнего, как самого себя. А я говорю вам. И вроде бы, как бы, Иисус Христос меняет заповеди. И чуть-чуть позже апостол Павел об этом пишет. Бог во Христе Иисусе упразднил заповедь учением. Помните это место? Иисус Христос упразднил заповеди через учение это. Закон Моисеев упразднен. Если мы живем по заповедям Иисуса Христа, для нас Моисеев закон, он не действует. За нас, Моисееве, закон не работает. Но он не нужен просто. То и не не требует. Потому что апостол Павел объясняет, тот, кто любит, то по-настоящему любит. Любовь у Христа, он не убьет. Он не украдет. Ну и так далее и тому подобное. Потому что, вы знаете, Александр Менни очень хорошо пишет это православный священник. Я считаю его одним из моих учителей. Одна из моих первых книг, которые я прочитал, когда уверовал. Это книга Александра Менни. Сын человеческий. И в первой главе он пишет, Александр. Архиерей. Он пишет о том, что Иисус Христос пришел на эту землю. Не для того, чтобы нарушить закон. А для того, чтобы его исполнить. И это слова и самого Господа Иисуса Христа. Иисус когда-то так сказал. Я не пришел на эту землю, чтобы нарушить закон. Я пришел, чтобы его исполнить. И Александр Менни приводит один из греческих переводов. И он говорит, что вот это слово исполнить. Если его перевести более широко. Оно переводится как придать полноту. Или придать совершенство. То есть на самом деле Иисус Христос. Он довел Моисеев закон до абсолютного совершенства. То есть стигнал до абсолютного совершенства в Моисееве закон. И самое главное. И самое главное. Не потому, что он что-то хорошее сказал. Или сказал что-то невероятное. Или как-то научил по особенному народу. Или по особен начин е научил народа. Он сказал. А я говорю вам. Той каза. Аз ви казвам. Любите врагов ваши. Да обичите враговете си. Благословляйте проклинающих вас. Любите ненавидящих вас. Да обичат тези, които ви мразят. Благодарите тем, кто всячески гонит вас и ненавидит вас за имя Мое. Нагонящите ви и тези, които ви мразят заради имято ми. И тогда будете иметь награду на небесах. И когда я читал эти заповеди. И когда съм чел тези заповеди. Я входил в состояние поклонения. Аз влязох в состояние на поклонение. Потому что я понимал, что для меня, как для человека, это просто невозможно. Защото разбрах, че за човек не е възможно. Тогда, и когда я уверовал, я думал, ну, что это за заповеди таки? Когато повервах, се чудих, какви са тези заповеди. Кто их вообще может изобщо может да ги изпълни? И вы знаете, в чем блаженство и истина Иисуса Христа, самого Иисуса Христа? Что все то, что Он сказал. И все то, что Он утверждал. И то, что люди считали невозможным. Он все это исполнил. До самой последней йоты. Он любил своих врагов. Он благословлял из Голгофского креста тех, которые Его преклинали там снизу. Вы согласны со мной? То есть все то, что Иисус Христос. Мы можем сказать, ну, каждый из нас может что-то красивое сказать, правда? Всеки из нас может да кажа нечто красивое. Но попробуй это исполнить. Обаче се опитай, да го исполнишь. И самое главное. И най-важното. Иисус Христос, Он пострадал. Иисус Христос е пострадал. Он пошел на верную смерть. Он знал, что это будет очень страшно. Весь ад ополчится против Него. Грех всего мира ляжет на Него. Проклятие всего мира будет просто повешено на Нем. Иисус Христос переживет всю боль и все страдания. Иисус Христос переживет целата болка и страдания. Все болезни и немощи лягут на Него. Вы можете себе такое представить? Иисус все это знал. И Иисус все это знал. И Он добровольно пошел на это. И Той добровольно и трогал. Зная, что Он идет. Знайки, че у Тива. На это. На това. Чтобы спасти каждого из нас. За да спаси всеки един от нас. Каждого, отдельно взятого человека. Всеки отдельно взятого человека. Нас, которые на самом деле написаны недостойны. Нас, кои-то пишут, че сме недостойны. Но Он так сильно возлюбил нас. Бачит той толку многое и убичил. Что удостоил нас. Че не направил достойни. Своей смертью. Тем, что пролил за нас свою кровь. Че излял свой кровь. И принес заместительную жертву. И дал заместительную жертву. То есть мы должны прийти на суд. То есть не трябва дутидим на суд. Но через жертву Иисус Христа. Бачит через жертву на Иисус Христос. На сегодняшний день мы оправданы. Нес не смею правдан. Скажи, я оправдан. Скажите, а сам оправдан. И это истина. И твоя истина. Вот Иисус Христос говорит истину. Говорит на горную проповедь. Потом исполняет ее. Доказывает, насколько Он любит нас. Через свою смерть. Что такое благодать? Вы знаете. Я хочу открыть такое послание к евреям. Послание к евреям, 10 глава, с 25 стиха я прочитаю. Десятая глава, с 25 стиха. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертва за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то скольте к чащему, думайте, наказанию будет повинен тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь, завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет. И вот здесь апостол Павел приводит такой термин – Дух благодати. И только апостол Павел показывает один термин – Духа на благодати. На самом деле, тот Дух, который мы имеем, его можно назвать Дух Святой, Дух Христов, Божий Дух. И здесь вот написано Дух благодати. А благодати очень много написано, правда? Написано, что не хвалитесь, делами не оправдаясь пред Богом ни одна плоть. Благодати ему спасены через веру. Апостол Павел говорит про свои, многие такие дела, которые он совершил в вере. И апостол Павел говорит за много от своите дела, които извършил в вере. И потом говорит, впрочем, не я. И говорит, вопреки, что не я, а благодат, живущая во мне. То есть апостол Павел, на самом деле, хвалится не с собой, он хвалится той благодатью, а се хвалится с благодатта, которая совершала очень много благих дел через него. И, вы знаете, когда мы понимаем, что мы чего-то не можем совершить, узнаете, что у нас есть. Или кто у нас есть. Или кой имаме. В нас есть Дух благодати. В нас има този Духа на благодати. И если мы чего-то не можем, и ако не можем нечто, то благодать сможет. Благодатта ще успеет. И если чего мы не знаем, то Дух Святой знает. Святия Дух знает. И Он ест советник. И той ес советник. Советуйся с Ним. Трябва да се советваме с Ним. Призывай Дух Святой. Да призоваваме Святия Дух. Дух Святой. Дай мне премудрость, сходящую свыше. Святия Дух, дай мне мудрость, която идва от свыше. Та обещал, что если павлекут меня на суды, и си ми обещал, ако ме не скарат на суд, я даже не буду понимать, о чем я буду говорить. Потому что Благодать Святая будет говорить через меня. Дух Святой будет влагать эти святые слова. И в этом суде никто не сможет противостать против этого. Аминь или не аминь? Знаете, я сегодня хочу рассказать такой случай. Я рассказывал его на молодежной конференции. Почему-то этот случай мне запомнился. Он такой немножко забавный. Но он именно вот об этой благодати. Как я спорил с Богом. И это произошло совсем недавно. Я очередной раз поехал работать в Бургас. Потому что каждый вторник я уезжаю в этот город. И где-то с 1 часов и до вечера, до 7 часов я там работаю. Работаю как врач, диагностирую людей. Провожу какие-то врачебные манипуляции. И так далее. И обычно у меня уже есть такой, как бы, так сказать, ритуал. Потому что здесь у нас новое здание. Асфальта еще пока нет. И машина довольно быстро пылится. Ну, если сравнивать, что, например, раньше, когда мы жили в район Брис. И машина стояла в гараже. Я мыл машину один раз в несколько месяцев. То есть за целую зиму я мог только один раз помыть машину. А здесь мне приходится мыть машину каждую неделю. И я уже открыл для себя, что когда я проезжаю город-обзор. И вече открих за себе си, че когато минавам обзор. Проезжаю Лукоил. Минавам Лукоил. И точно за Лукоилом есть такая одна автомивка. И зад Лукоил има една автомивка. Станция самообслужване. Я думал, что так будет и дешевле и быстрее. И решив, че така ще е по-бързо и по-ефтино. Потому что если отдавать туда в салон. То это может затянуться. Может, если забавят. А тут быстренько. Поктук на бързу. Так, копейки кидаешь туда. Хвырлям стутинки. И я вот так для себя открыл, что вот там смотрю, как там такая есть программа. И има одна программа там. То есть я один лев бросаю. Хвырлям один лев. Мыльный раствор с слабым напором покрывает машину. И со сапуньте покриво кулата. Потом я беру щетку и так ее намыливаю. Потом я кидаю еще один лев. Хвырлям можете один лев. И уже моющее средство сильно струей избивает всю эту грязь. И следует в вечер со струей избивает тело. Потом я кидаю третий лев. И слагом третий лев. И уже сильной струей просто обыкновенная вода. И вечер со другой струей обыкновенная вода. Уже смываю все это мыло. Из мива сапуна. Моющее средство. И потом выгоняю машину и гоню ее к прахосмукачке. К пылесосу. И еще один лев бросаю. И слагом можете один лев. И всего у меня уходит четыре лева. И в общем у меня в зиму четыре лева. И так я каждую неделю делаю. И такая всякая седмица проеха. И вдруг в один вторник. И извинешь один вторник. Я вижу надпись такая. Виждам надпись. Прямо там вот. Там где моют машину. Там где эта семья кулата. Ну видно хозяина салона повесил такую. Я вну хозяина и сложил табелу. Таблицу. Я познакомился с этим хозяином. Я сапузнах снегу. Он армянин. Той армянин. Зовут его Ашот. Казывался Ашот. Я поворачиваюсь и читаю. Если вы брошите, мне что-то. После того, как вы помыли свою машину. Следка, то есть измейте кулата. Ну там на болгарском языке написано. Я перевожу на русский. Пожалуйста, смойте за собой грязь. Молим да измейте мрусути это с лицебись. Почистите после себя. Почистите с лицебись. Я так читаю. Я звучу то. Думаю, вообще странное какое-то требование. Извикам странно. Изискония. И я подумал так, что, ну, например, я директор массажного салона. Например, а сам директор на массажный салон. Ну, в моем салоне кто-то сделал массаж. И в некую праве массаж. И я повешил такую табличку. И слагом таблица. После того, как вам сделали массаж. Следка, то вы направили массаж. Пожалуйста, уберите массажный кабинет. Молим да приберите кабинет. После себя. Чтобы не было мусора, этих масляных пятен. Смените салфетку, пожалуйста, под собой. Ну, наведите порядок, короче. И я думаю, как-то, ну, странно это все. Ну, я не буду этого делать. Ну, как-то для меня это очень странно показалось. И я сел в машину, пошел там пропылесосил и уехал. И сизаминах. И так прошло, может быть, две или три недели. Я приезжаю, каждый раз мою машину. И не мою после себя. Потому что я вижу, что и никто не моет. Ну, дураков нет. Никто не моет. Ну, почему я должен быть? И в определенный момент Дух Святой меня обличает. И в один момент Святой Дух меня обличает. Ну, вот я точно знаю, что это Дух Святой. Потому что я знаю, что никто другой больше так не сделает. Приходят такие слова. А хотелось бы тебе, если бы в твоем массажном салоне кто-то после массажа, вот он залез на массажную кушетку в грязной обуви, и потом он вот так встал после массажа на кушетку, вытер ноги об вас, полотенце, которое лежало под ним. Спрыгнул, стряхнул у себя грязь и ушел. Ну, нет, конечно. И я все понял. Я понимаю, что на один лев я не обеднею. А да, я попробую. Вот я, как человек, я бы на это никогда не пошел. Но Дух Святой меня обличил. И он сказал, сделает. Тебе что, жалко одного лева? Я отмываю машину. Отогнал ее туда на пылесос. Оставил ее там. Вернулся туда. В этот салон. Кинул еще один лев. Пошла струя чистой воды. И я стою и мою гараж. И думаю про себя. Как интересно вообще. И себе себе, сколько интересно. Еще вчера я был врачом. Вчера бях лекарь. Там в Варне работал врачом. Работих во Варне. Сейчас еду в Бургас работать врачом. Как сега работил он, как лекарь во Бургас. А сейчас я обыкновенный тут мойщик. Как сега сам чистач. И притом мне никто за это не платит. И никой не мне плачет за этого. Я плачу. Аз плачет. Я так стою и мою. Все чисто вымываю. Там все грязь. Я привык все делать качественно. Все там вычищаю. И смотрю, Ашот увидел меня издалека. Ну так проходит мимо, улыбается, рукой машет. Махами усмехался. Как сега добрелись. О, сейчас много добрелись. И мой его гараж. И мы гараж ему. И вы знаете, тут, я не скажу, что до меня дошло. Я вдруг испытал неописуемое счастье. Вот я сегодня делюсь, как за один лев стать богатым человеком. С поделем, как за один лев достанем богатым хора. Достанем блажение. Вдруг я стал такой счастливый человек. Я что-то разулыбался. Господи, как хорошо. Вот кому-то что-то сделаешь за один лев. И такая благодать. И я начал это делать каждую неделю. И вы знаете, я понимаю, что я вот через вот этот один лев. Я приобретаю вот этого Ашота. То есть он каждый раз приходит к меня, ну, никто это не делает. То есть всякий под идва, и никой не го правит его. Один нашелся. Сам у единства я намерил. И он приходит, улыбается. И то есть усмехла. Каждый раз. Ну, последний раз подошел, мы с ним поговорили. Последний под дойдей, если поговорить мне даже со снегу. И что говорит Иисус Христос? И какого не казывает Иисус Христос? Приобретайте себе, друзей, богатством неправедным. Правда? Если придубил меня с приятеля, через неправедную, то богатство. Вы знаете, вот благодать, это еще одна такая константа. Такая постоянная. Которая лично меня вводит в состояние поклонения. Я не хочу сказать, что это единственный случай в моей жизни. Когда я поступил по благодати. Я могу так сказать, что все те случаи, где я не могу похвалиться. Потому что сделал это благодать. Они вводили меня каждый раз в состояние поклонения. И сегодня я считаю, что настоящий христианин и истинный поклонник вот так должен жить каждый божий день. Вот сделай кому-то просто добро. Против всякой логики. Против своего желания. Против своего не хочу. И ты увидишь, какая благодать просто придет в твое сердце. Скажи на это аминь. Скажите аминь. Аллилуйя. Да. И в принципе я уже заканчиваю. И вече приключвам. Просто моя идея, мой посыл сегодня. Моята идея, моето послание днес. Это вести Церковь Божия. И да носим Церковь Божия. В состояние истинного поклонения. Да я вводим в состоянието на истинско поклонение. И вы знаете, поклоняться Богу это очень круто. И да се покланяме на Господ и много готсино. Это то, что реально наполняет. Това е нещо, което напълва. И это реально пробуждает. Хочется проснуться. Искане се да се събудим. И хочется начать жить вот так. Каждый Божий день. Всеки ден. Просто любить всех людей. Да убичаме всички хора. Без исключения. Даже тех, което к тебе плохо относятся. Дарить подарки. Да им подаряваме подарки. Именно тем людям. Даже на унези хора. Которые к тебе плохо относятся. Которые к тебе плохо относятся. А ты что-то подари. И это будет сверх твоего желания. Потому что это будет по благодати. И по истине. Потому что так жил. Наш Господь. Иисус Христос. Давайте мы коротко помолимся. Поблагодарим Иисуса. И накратко помолим. Мы благодарим Иисуса. Иисус нити благодарим. За то что ты пришел на эту землю. Сказал истину. И сам ее исполнил. И показал нам великий пример. Мы благодарим тебя за ту благодать. И не благодарим за тази благодать, которая пришла вместе с тобой, и сегодня живет в нас, в силе Святого Духа. В Духе благодати. Это Дух благодати. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты своим примером вводишь нас в состояние поклонения. Научи нас поклоняться Тебе. И научи да се покланяме на Теб. В Духе благодати. В Духа на благодата. И в истината. Мы молились на этом месте. Молитва на согласие. Во имя Отца и Сына. И Святого Духа. И Церковь Божия докажет. Аминь. Будьте благословены. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ